Всем привет, друзья! Это озвучка оригинальной веб-манги One Punch Man, в которой бьются два самых быстрых ниндзя из этого аниме. Герой S-класс и световой флэш против наемника Соника, который вечно достает Сайтаму. Друзья, давайте наберем одну тысячу лайков и продолжение их битвы я закиду сразу на следующий день. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе нового видео. Что ж, ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Не думал, что он атакует Сайтаму, а не меня. Похоже, что ваши судьбы связаны некими узами. Да он на меня уже раза три-четыре нападал. Насколько я знаю, это был как минимум шестой раз. Сегодня я потерпел четырнадцатое поражение. Проклятие. Мои боевые способности должны были улучшиться, но мои надежды все равно не оправдались. А, кстати говоря, что там Сайтама делается световым флэшем? Так что, ты друг Соника? Мы не друзья. В мои тренировочные годы он... Что такое? Нет, ничего. Наверное, я вспомнил что-то болезненное. Что можно понять? Продвинутые навыки в убийствах. Наверняка то, через что приходится проходить, чтобы овладеть ими. Не описать словами. Сайтама и вправду запомнил его имя? Соник. Неужто он куда опаснее, чем я считал? Это долгая история. Но, похоже, мне придется объяснить наши отношения. А? Ну, если долгое, тогда не надо. Сирот младше семи лет собирали вместе и делали из них убийц на протяжении десяти лет тренировок. После чего отправляли работать на нелегальные предприятия. Деревня Ниндзя. Мне было пять лет, когда родители продали меня в эту деревню. Выбраться из этого учреждения было невозможно. Пока ты не пройдешь всю учебную программу и получишь разрешение на выход. Следы от наказания за мои неудачные попытки побега остались до сих пор. День в деревне Ниндзя длится семьдесят два часа. И всего шесть часов отведено на сон. Еда там беспустная. Полная информационная изоляция от всего мира. Мы стали машинами, которые только и делали, что оттачивали свои навыки убийства день за днем. Нам не разрешалось выражать радость, гнев или горечь. Те, кто полностью теряли эмоции, получали отличные оценки. Обстановку вполне можно было назвать адской. Не бойтесь воли! Слезы лишь мешают вашему образу. Помните, как сдерживать их. Я что-то вас не слышу! Да! Вы, двадцать первый член сорок четвертого выпускного класса, не должны считать друг друга товарищами, ни к чему говорить друг с другом. Считайте других членов команды частью ваших тренировок. Если вы когда-нибудь встретитесь после выпуска, то это значит, что либо убьете, либо будете убитыми. Если оставлять брешь в обороне, вас туда пырнут. Запомните это! Класс один. Перерыв. Ешьте и отдыхайте. Класс два. Лекция. Классы три и четыре. Совместная тренировка с оружием. Класс пятый. Вы все еще не избавились от наивности в глубине ваших сердец. Меняем график. Трехчасовая тренировка с инструктором Тайдзюцу на болоте. Тех, у кого были оценки низкими, ждала еще более брутальная тренировочная программа. Они доводили нас до предела, но не ломали, поскольку для деревни мы были ценным товаром. Мы были их будущим источником дохода, так что они ничего не жалели, инвестируя в нас. Нас сохраняли в живых при помощи лекарств на основе секретных рецептов. Мы даже не могли покончить с собой. В какой-то момент у меня завелась привычка притворяться, что я отстаю. Я решил притвориться слабым, чтобы проходить через жесточайшие тренировки. Эй, ты же застрял в пятом классе, да? Я дам тебе пару советов насчет острых орудий. Хотя бы на это ты должен быть способен. Моя кличка Синоби Звуковой Соник. Тогда я впервые заговорил с Соником, который был в том же выпускном классе. Я световой флэш. Если они узнают, что мы беседуем наедине, нас накажут. Хоть из-за его низких оценок его и поместили в один класс со мной. Он всегда протягивал мне руку помощи, ничего не просяв взамен. Отступник. Благодаря нашему схожему телосложению, мы использовали друг друга для практики продвинутых техник. Он был единственным, с кем я мог говорить. Беседы с другим человеком помогли мне вернуть эмоции, которые убивали во мне тренировки. Это пошло мне на пользу. Будучи членами класса отстающих, мы получали всевозможные задания. В лесу, населенном генетически модифицированными свирепыми зверьми, нам было приказано стереть свое присутствие и выживать в нем на протяжении 720 часов. Работая вместе, мы смогли убить всех зверей в первый же день, а остальное время провели за изучением техник. Тебя ведь сюда отдали еще совсем маленьким, да? То, что тебя поддерживает воспоминания прошлой жизни. Единственная причина, по которой ты остался собой. С другой стороны, я родился в этом учреждении, был записан в тренировочную программу и всю жизнь жил согласно ее самого рождения. Ты, наверное, гадаешь, почему я это не мыслю как машина, хоть и через все это прошел. Видишь ли, инструкторы считают нас ничтожествами, но они не правы. Я был рожден с сильным сердцем. Его не могут контролировать их силой. У меня есть мечта в будущем. Стать офицером высшего ранга в деревне ниндзя и взять ее под свой контроль. Я уничтожу ужасную организацию, чтобы сироты вроде нас могли расти свободнее. Навыки убийства годятся лишь для того, чтобы убивать людей и все. Я думаю, что самое главное – это сила. Жить свободно. У нас пока нет этой силы. Но ты ведь поможешь мне этого добиться, да? Флэш, я тебя понимаю. Взгляд в твоих глазах такой же, как у меня. Прошло несколько лет. Мне было 16. Мои превосходные способности давно признали. И я был на первом месте. Мое чувство справедливости пылало против встречного ветра. Все так же неистово. В день выпускного экзамена я убил всех инструкторов, персонал, других членов выпускного класса и всех, кто хоть как-то был связан с этим предприятием. Успешно вырезав корень всех зол. Моя яростная решимость и неутомимые усилия принесли плоды. Но так как Соник в тот день слег, он не смог увидеть меня на пике возможностей. Какое-то время спустя до меня дошли слухи о создании ассоциации героев. И я начал пользоваться своими силами для работы профессиональным героем. Звуковой Соник отступился по пути к своей мечте, о которой он мне рассказывал. Должно быть. Внезапно открывшийся перед ним внешний мир не дал ему найти свой путь. Он подзарабатывал, используя свои навыки убийства. С тех пор прошло много времени. Я и не ожидал, что он все еще жив. Ты поэтому считаешь, что он видит в тебе своего врага? Кстати говоря, о корне всех зол. Почему ты оставил Соника в живых? Он же в результате стал коварным убийцей, который постоянно нападает на учителя Сайтаму. Хм... Я планировал отравить его. Было очень просто смешать яд с безвкусной похлебкой. Соник бы оказался на грани смерти. Но он и так, будто и не жил до выпуска из деревни. Он существовал в жесточайших условиях. Обрел к ним иммунитет и выжил. Кстати, о похлебке. У меня там еще брокколи с морковью в холодильнике завалялись. Хм... Кто там прячется? Выходите! Чего вам от меня надо? Эй... Звуковой Соник. Из последнего 44-го класса. Как твое ничего? Я из золотого 37-го класса. Штормовой Уинд. Громовой Сандер. Адский Флейми. Ужасный 21-й класс. Безумный Мэд. Аустичный Хаос. Северный 9-й класс. Баллистический Баллер. Избранный 36-й класс. Темный Дарк. Бессердечный 42-й класс. Разрушительный Дестрой. Брутальный Форс. Окровавленный 36-й класс. Убийственный Слоудер. Решительный 22-й класс. Иллюзорный Фантом. Цветочный 13-й класс. Мелодичные Мелодии. Цветной Колор. Динамический 19-й класс. Мгновенный Момент. Вибрирующий Вайб. Возможный 5-й класс. Замороженный Фриз. Железно-пластинчатый 15-й класс. Визжающий Скрым. Объединенный 27-й класс. Бесконечный Скай. Ратужный Райнбау. Стальной 16-й класс. Сбалансированный Баланс. Крепкий 40-й класс. Мускулистый Масл. Их больше, чем я думал. Встреча выпускников деревни, где личные отношения были запрещены. Кто бы мог подумать? Мы, небесная партия Ниндзя. Мы собрались вместе из-за общих убеждений. Элитный отряд убийц, специализирующийся на боях. Из поколения выпускных классов. После уничтожения деревни Ниндзя. Мы многое переобдумали. Тайно собрались. Готовились за кулисами, чтобы выполнить свой план. Время настало. Он, наконец, пробудился. Мир вот-вот вывернется наизнанку. Не может быть. Он основатель деревни Ниндзя. Также известный как сильнейший ниндзя в истории. С тех пор, как он сразился с Бластом в эпическом сражении и потерял сознание 15 лет назад. Он без пробуждения лежал в лечебной капсуле. Мы приветствуем его в качестве лидера нашей партии. Убьем нашего величайшего врага светового флэша. А затем публично казним стареющего Баста. И таким образом у нас больше не останется врагов. И нам, наконец, больше не придется прятаться и повиноваться правилам. Мы выйдем со своими способностями на мировую арену. Используя наше невероятное умение и ниндзюцу, мы также прославим небесную партию ниндзя на весь мир. Разумеется, ты тоже часть нашего плана. Звуковой Соник, приведи сюда флэша. Завтра. Ночью. Как-никак вы оба из одного поколения. Сделай свою работу как следует и вымани его без всяких проблем. Ладно. Он все еще работает героем. Тебе стоит лишь его заманить и он мигом прибежит за тобой. Не волнуйся. Мы не просим тебя убивать его самому. Остальные наши будут вас поджидать. Если хочешь долго жить, то слушайся старших и повинуйся. Те, кто предадут нас, будут наказаны. Он также почтит нас завтра своим присутствием. На следующий день. Решил вызвать меня на дуэль? Чего ты хочешь этим добиться? Я совсем забыл про тебя, пока не наткнулся на тебя вчера. Да и вообще, мы так и не выяснили, кто из нас сильнее. Сейчас мы не такие, какими были во время тренировок. Прими мой вызов, флэш. Ты и правда этого хочешь? Даже если это будет означать то, что ты расстанешься с жизнью, которую по воле случая сохранил тогда. Хм, довольны твои чущи. Учитель, вы куда? Я кое-что придумал. Пойду-ка к Сонику. А, вы знаете, где он живет? Мне от него пару писем с вызовами на дуэль приходили. Одно затесалось в картонной коробке, которую я собирал в переезде. Наверное, выкинуть забыл. Тут его адрес есть. Но зачем? Слушай, как там его флэш? В общем, этот парень мне плеш проел. После того, как я его мяч сломал, я вот что думаю. Если я возьму мяч у Соника и отдам флэш, мы в расчете, да? Хотите, я заберу его силой? Нет, так некрасиво получится. Но разве он из тех, кто легко расстанется с мячом? Нет, но он же по-любому ринется на меня с мячом. А я ему наваляю, а опасный мяч отберу. Как будто в порядке самозащиты? Очень полезно. Я должен это записать. Пора бы разве навсегда оборвать узы наших судеб? Хотя там особыми узами и не пахнет. Взрывной сюрикен! Мистовый обстрел! Сюрикен, бросаемый из слепого пятна? Вот твоя настоящая атака, не правда ли? Ты спланировал это нападение в лоб в качестве отвлекающего манерва. В то время, как настоящая угроза сделает вокруг меня еще два круга. После чего получится прямое попадание. Ты стал чуть умнее. Ты все еще думаешь, что я тот же человек, что и несколько лет назад? Победа за мной, световой флэш. Погребение двух теней. Звуковой тяжелый шквал. Отличные приемы. Жаль только, что твой противник я. Он даже не дрогнул. И безо всяких проблем защитился от моих ударов. Абсолютная техника. Начинается. Флэш собирается продемонстрировать свою истинную силу. Но у меня тоже есть. Туз в руках. Световой пино. Никогда бы не подумал, что мне придется использовать против тебя свою абсолютную технику. Ты стал сильнее. При твоем нынешнем уровне мы с тобой можем... Что все это значит? Кто вы такие? Звуковой соник. Вот ублюдок. Мы не договаривались ни про это место, ни про это время. Что он творил? Я ему с самого начала не доверил. Но все же польза от него была. Благодаря этому теперь мы увидели твою истинную ниндзюцу. Все тут гении. Нам нужно лишь увидеть технику один раз, чтобы знать, как разобраться с ней. Начнем гайзн предателя светового Флэша. О, что случилось? Ты... Ты что делаешь? Звуковой соник. Ты что, перешел на другую сторону? Я думал, что лучше разберусь с Флэшем сам, вместо того, чтобы отдавать его вам. А вы вмешались, только мы собирались закончить. Как же вы не вовремя? Это касается только нас двоих. Вы все держитесь подальше. Кичитесь рангом от того, что старше меня. Раздражайте вы. А ну вон отсюда! Ты заблокировал световой пинок? Ты что, спятил? Нам и тебя казнить? Каждый из нас элитный ниндзя. Не говоря уже о том, что у нас численное преимущество. Сопротивление бесполезно. Даже ты должен это понимать. Зикретная техника. Погребение десяти теней. Неплохо. Совсем отчаялся. Десять копий, значит? Поверить не могу, что ты скрывал такое ниндзюцу. Если бы ты дрался в полную силу, ты мог бы даже попасть во мне контратакой. Контратакой? Мечтай дальше. Ты жив только потому, что нас прервали, Флэш. Эти парни сильно раздражают. Дай мне сперва их утихомерить. Тут вообще никого. Он тоже живет в таком одиноком месте? А? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА